всем доброе утро друзья третий рецепт у нас салат муравейник для этого нам понадобится соломка картофельная терочка по-корейски вот таких вот средних картошинок но для салата что три штуки достаточно у меня здесь 4 вот такие средние картошечки вот я сейчас их буду натирать холодную водичку терка по-корейски соломочка у нас вот вот такая соломочка и мы ее будем жарить в масле это самое самый главный здесь который как говорится и украшает и вкус дает картофельная соломка я натираю свой делаю побольше потому что остается соломка ребята съедают ее с удовольствием в общем натираю картошечку покажу что дальше буду делать вот так у меня получилось соломочки сейчас все хорошенько холодной водой заливаем вот так вот промываем сейчас покажу поближе водичкой заливаем холодной вот водичкой я залила через чур вот так вот все сливаю я сливаю подставляю сетечко чтобы не убежала и снова раза м4 снова заливаю раза четыре сейчас я промою на друг шлачок на сетечко да дадим стечь и выложим на чистое полотенце все промыла и вот так на друг шлачок чтоб лишняя влага ушла берем чистое полотенце я вот это вот беру все время у меня чистая и выкладываем сюда сейчас я покажу как я делаю нам надо как можно лучше убрать влагу чтоб она у нас жарилась в масле будем жарить видно девчонки да вот так вот я ее сейчас не потемнеет нет ручками вот так разделаю и вот вот так вот прикрою вот так вот прямо можно влажными полотенцами но я вот так делаю вот так вот вот так сейчас дам чуть-чуть и полежать чтобы она это все пусть немножечко полежит вот так можно подавить чтобы влагу она отдала так ну масло сколько нам надо я даже не знаю ну грамм 200 может быть уйдет так вот сколько у меня тут масло не знаю я сейчас его пока все вылью миллилитров 200 это точно надо сразу наливаем масло хорошо разогреваем и порциями будем обжаривать нашу соломочку это кажется девочки муторно а так нет вот это самое главное здесь как говорится сейчас еще достанем нальем масло я подготовила куда я буду соломку положила полотенце бумажное брушла чок ой брушла чок и вот наша картошечка вот такими небольшими порциями будем обжаривать видите сколько влаги отдала вот так вот нагреваем масло я еще добавила масло он видите много сильный огонь включила какой у меня тут есть да в старой желательно в старой сковородочке я свою сковородочку любимую нагреваем масло вот видите и вот такими горстями я буду делать девочки у меня декабрист набирает цветоносы это мне сестра давала летом вот смотрите проверить нет еще пусть греется он видите кинула все и небольшими порциями горсточками вот так вот вот так я там уже по это будет видно как сказать убавить огонечек или что нам надо обжарить до золотистой прямо чтоб она была золотистая вот я вам покажу сейчас первая порция вот увижу как начнет она там по краям золотиться будем мешать как бы переворачивать сейчас она девчонки быстро процесс пойдет оно быстро жарится обжаривается это вот еще даже можно сказать масло недостаточно даже еще разогрелось и небольшими порциями оно быстренько вот так немножечко помешиваю чашечка у нас на готове как блины жарим тоже стоим тоже стоим вот желательно да не мешать пока не увидите что она начинает золотиться видите вот она уже начинает золотиться вот вот видите она ужаривается она такая вот хрустящая соломочка то все она начинает уже у нас поджариваться сейчас уже процесс пойдет быстрее сейчас чуть-чуть еще и достаем достаем можно побольше положить все уже поджаривается вот смотрите девчонки мальчишки видите она уже какая я сейчас уже немножечко огонечек убавлю и начинаю вот сюда достаточно да вот так стою и жарю ну что делать потом когда все пережарим она уже приостынет мы ее посолим посоли все вот видите такая вот получилась сейчас мы вторую порцию огонь опять добавляю побольше положу побольше положу ну вот что но еще два раза и все и готова вот такая красивая наша соломочка получается вот смотрите масло почти что все осталось вот и во сколько так картошечку и все обжарила можно и посильнее подрумяне ну я как-то это и сейчас я чуть-чуть присолю вот такая вот она красавица она еще и вкусная там у меня есть где-то посильнее обжаренная все перемешается так самое главное у нас для салата готова это что у меня здесь это зажарка там же остаются кусочки все сейчас будем готовить все остальное девочки вот смотрите у меня бедро голень я тоже убрала почему убрала потому что я вчера которая делала жаркое ну ой не жаркое а луково-сырное шубки у меня кусочек остался сейчас я достану вот вот смотрите кусочек конечно же я это уберу ну как сказать а мяско порежу я же сейчас делаю как бы чисто для себя но я просто делюсь с вами вот и мне достаточно будет и там у нас еще три блюда впереди тем более курица у меня небольшая вот так что нормально все вот здесь мы уберем и здесь прекрасный кусочек будет вот смотрите это я собаки отдам сыр она ему даже съест вот я сполосну естественно вот он замаринованный хороший кусочек а это сейчас я ну что я знаю что у меня уже холодная есть никто не будет вот там он готовят курицы то берут по три килограмма а у меня один 800 в общем это это как сказать я готовлю чисто для себя правильно вот значит сейчас нарежем нарежем на мелкие кусочки немножко масло соль перчик соль перчик и слегка вот я не знаю сколько там обжарим сейчас я вот это сначала поставлю и нарежу это для салата тем более у меня будут только как говорится миша есть наверное с кариной саша у меня его не ест и не будет вот нам хватит конечно же это просто как идеи идеи ну а там даже почему бы вот если немного народу чего объедаться то мне вот многие пишут сейчас это самое что надоело курица так оно и есть в принципе но надо подумать над следующим проектом там конечно все равно мясо подороже получше мясо все равно подороже в общем сегодня значит сегодня говорю сейчас в общем я режу прямо помельче кусочки и обжариваю я пошла обжаривать соль перец я больше ничего не кладу специи ой у нас такой снег идет девчонки вообще немножко посолим вот он еще быстро 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 выжарится и опять жарим нам не надо чтобы она была сухая нам не надо чтобы она была сухая и посмотрите сколько у нас мяса хорошего что мне его оно все замаринованное все сейчас прожарится вместе с этим и замечательно чуть-чуть чуть-чуть запекчим с пылу с жару посмотрите вот опять сэкономили так значит картошка пекинская капуста не знаю наверное не буду туда можно чесночок но так как у меня мишка не буду так значит курица так овощи сейчас достану так этот салат желательно собирать перед подачей значит майонез сыр натрем на такой средней терочке огурец перец болгарский помидорку вот все что нужно так сейчас я нарежу я нарежу кубиком вот я нарежу кубиком это натру капусту пекинскую тоже нарежу кубиком так вот это пока я уберу и подготовлю овощи вот так вот режу вот такие ну чтоб нормально можно было взять на вилочку и кушать вот сейчас сейчас у меня гости придут старшая дочка придет говорит пойду с мирой погуляю и зайду к вам я буду давай заходи если что мирочку сниму вам огурец вот кубиками буду резать огурчик вот такими кубичками вот так вот так вот так а к выходным заходила показывает минус 11 надо снега слишком надо сейчас покажу сколько навалило вот видите как если не растает не было вообще снега по сегодняшний день так-то ложится слоями но она все равно потом перемешается так что я не заморачиваю что это ну если что разделю ой найдачка у меня пришла тебе мира придет найда курицу учуяла найда ты курочку учуяла но ты куда пошла сейчас мира придет найда вот увидела что я ее снимаю повернулась найда так и перчик тоже вот такими вот такими не крупными и не мелкими говорится чувствовался ой это еще хороший такой перчик опять пришла опять тебя снимать улеглась улеглась вот такие вот полосочки так здесь у меня здесь у меня все так это сейчас сюда со стола естественно сейчас все уберем и пекинскую капусту осталось пекинской капусты так помидоры огурцы я покупала в чижике пекинская капуста сегодня брала и перец болгарский старым в астрономии вот капуста пекинская огурцы по 69 помидоры по 119 перец болгарский 68 я два взяла это это пекинская капуста это мы сейчас естественно верхние вот этого уберем уберем вот это вот так режем это я сейчас уберу в пакетик уберем в пакетик еще на салат хватит еще хватит на салаты капусты и еще у меня помидорка огурчик потом куплю один только я брала и еще перчик так что вот в принципе а капусту капусту вот так тоже режу все подготовили вот так капусточку порежу тоже как бы не это первый слой у меня идет всегда пекинская капуста на нее я выкладываю курочку если что еще подрежем вот так и сыр сейчас натру и со стола уберу сыр вот кусочек у меня который оставался вот он вчера ну тоже наверно грамм сто здесь так я даже думаю что наверно пока хватит вот пока хватит пока хватит сейчас вот смотрите вот так вот ручками раскладываем блюдо конечно для такого салата смотря сколько делаете надо побольше брать вот вот так прямо так вот чтоб видно было девочки вот вот так прямо раскладываем вот так вот вот так вот вот так вот вот так вот поперчу так чуть-чуть присолю вот совсем капельку вот совсем вот совсем вот так все и сейчас сейчас такую сделаем сеточку так теперь простите но я буду руками мне так удобнее я чувствую и раскладываю везде вот даже вот много вот я вообще в салатах честно говоря курицу я очень люблю здесь даже вот много ее получилось даже вот хватило бы одного ведра ну ладно пусть мы молодые у меня будут есть вот так и вот здесь маслица останется я его и не буду это очень такой знаете не знаю свежесть такую салат дает так сейчас мы руки помоем его собирают как бы так вот стараются конусом ну я в принципе этого не добиваясь конусом там опять получается что все в куче собирается здесь вот все прекрасно вот так каждый возьмет курицу я майонезом делать не буду сейчас значит что у нас пойдет перец болгарский вот я говорю что я раскладываю не стараюсь конусом вот так перчик солить я не буду а майонезиком смотрите как много получается вот даже вот не знаешь куда их да надо было тарелку больше взять ну ладно надо чтоб прямо всем попал перчик а конусом положишь он потом ну хотя наверное собирает конусом а потом вывалили весь и съели честно говоря в общем предостаточно вот так да сейчас значит мы солить я его не буду там у нас курочка подсоленая майонез тем более а сеточку сделаем вот так вот так вот так сейчас сейчас пойдут у нас помидоры с огурцами девчонки маловато тарелка конечно да так сейчас помидоры с огурцами так значит сейчас мы кладем сюда огурчики с помидорчиками вот так все раскладываем да блюдо надо побольше брать смотрите прямо как получилось и всего много вот и конечно же я посолю немножечко поперчу сейчас вот так так немножечко так и присольгу чуть-чуть чуть-чуть и сеточку сделаем сейчас так делаем сеточку ой сейчас обсыпаем сыром это у нас как бы будет и защита чтобы наш картофель сразу не размочился вот так все это получается такие воздушные слои прям вообще ой здесь конечно самое такое на нажарить картошку нажарить картошку и я думаю что и украшать его вообще не надо он сам по себе посмотрите какой красивый воздушный воздушный все никакого майонеза больше и наша соломочка так так сейчас знаете что я хочу если посыпется так хоть но вообще-то нет наша картошка соломка фри ну разве не красота невкуснота невкуснота да получилось конечно вот если тарелочка будет побольше оно прямо вот здесь вот так рассыпется вот так вот съедается сразу вот честное слово вот сделайте не пожалеете вот еще я говорю остается у меня они ребята так скушают девочки ну посмотрите какая красота правда все девчонки мальчишки пробуйте вот салатик муравейник всем приятного аппетита всем пока пока